Минобороны РФ продолжает спешно укреплять оборону Калининградской области. В этом эксклаве, отрезанном от остальной территории России и зажатом между Литвой и Польшей, до конца 2021 года будет завершено формирование 18-й гвардейской мотострелковой дивизии МСТ. По сути дела, это небольшая высокомобильная армия, способная при поддержке со стороны ВКС РФ и кораблей Балтийского флота, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», самостоятельно прокатиться через Восточную Европу. Какие же цели на самом деле преследует ведомство Сергея Шойгу? Как известно, Калининградская область отошла в состав СССР по итогам Второй мировой войны, когда Восточная Пруссия, ранее принадлежавшая Третьему рейху, была разделена на две неравные части между Москвой и Варшавой в качестве компенсации за военную агрессию со стороны нацистской Германии. После распада Советского Союза, она превратилась в эксклав, прижатый к морю между Литвой и Польшей. Сегодня это важнейший в стратегическом отношении российский регион в Европе, где дислоцирован наш Балтийский флот и откуда ОТР Кискандер-М покрывают ключевые цели инфраструктуры НАТО. Никакой вооруженный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом просто невозможен без предварительной попытки западного военного блока заблаговременно устранить калининградскую угрозу. Ежегодно Брюссель проводит десятки военных учений, откровенно имеющих целью подготовку в блокаде и захвату этого российского склава. Но в 2021 году объем и масштаб этих маневров просто зашкаливает. Давайте вкратце посмотрим на программу мероприятия, которая весьма впечатляет. Благодаря СМИ, россияне уже хорошо наслышаны про учения Defender Europe 21, которые должны стать самыми масштабными в Старом Свете после окончания Холодной войны. За стрельщиком выступают, естественно, США, но кроме них в маневрах принимают участие еще 25 стран. Помимо давних членов НАТО, к Defender Europe 21 присоединятся еще и Украина, Грузия и Молдавия, а также все страны Западных Балкан, кроме Сербии. Спасибо вам, братушки. Маневры пройдут на территории 16 европейских государств. Важный нюанс состоит в том, что одновременно с Defender Europe 21 будут проводиться и несколько связанных с ними учений. Swift Response и Medio Response и Cyber Guardian. В рамках Swift Response почти 7000 солдат и офицеров будут отрабатывать воздушный десант в Эстонии, Болгарии и Румынии. Их цели прояснил генерал армии США. Мы отработаем то, что называется общевойсковой десантно-штурмовой операцией, усовершенствуем нашу противовоздушную и противоракетную оборону, проведем боевые стрельбы и командно-штабные игры. Таким образом, мы будем тренировать и мускулы, и интеллект. И мы уверены, что в итоге повысим боеготовность во всех сферах. Заметим, что речь идет именно о десантно-штурмовой операции, да еще и общевойсковой. Интересно, кого конкретно они там штурмовать учатся. Вариантов, на самом деле, совсем немного. Против России, конечно же. Также обратим внимание на то, как в НАТО подчеркивают оборонительный характер своих учений и категорически отрицают взаимосвязь между ними и недавней внезапной проверкой российских войск, которые были стянуты к украинской границе. Но позволим себе усомниться в этом. Учение Defender Europe 21, когда в Старом Свете развернуты десятки тысяч военнослужащих альянса с боевой техникой, могут быть своего рода крышей для Киева, если тот все-таки решится провести блицкрик против непризнанных республик Донбасса. Кроме того, от маленькой Эстонии рукой подать до Калининграда, а рядом с Эксклавом есть и другие страны-члены НАТО, где давно ведется подготовка военной инфраструктуры для возможной агрессии. Одновременно с учениями Defender Europe 21, защитник Европы, организованными США, в Европе пройдут маневры со схожим названием Steadfast Defender 2021, стойкий защитник, уже по линии Североатлантического альянса. И это совсем разные учения, которые проводятся параллельно. Зачем же подобное разделение? В Steadfast Defender 2021 будут участвовать 20 стран-членов альянса, а также примкнувшие к ним Финляндия и Швеция. Они по своей сути даже еще интереснее, чем американские учения. Их первая часть будет состоять в тренировке доставки военного конвоя из США в Старый Свет через Атлантический океан. Защиту будут обеспечивать сразу 20 кораблей во главе с британским авианосцем Queen Elizabeth и его 40 самолетами, в том числе истребителями пятого поколения F-35. На втором этапе будет отработана оперативная переброска войск между европейскими странами с юга Германии, где в городе Ульме создано новое командование НАТО по обеспечению и логистике. На последнем третьем этапе Турция высадит на черноморском побережье Румынии 4000 войск подразделения объединенной оперативной группы повышенной готовности Very High Readiness Joint Self-Squars. В общем, готовятся люди воевать, как это прямо подтвердил замначальника штаба Верховного главнокомандования силами НАТО в Европе генерал-лейтенант Брисуде. Это то, что солдаты делают. Они тренируются. Мы должны тренироваться. Если мы не тренируемся, то мы не готовы. Вот и мы готовимся. Российская мотострелковая дивизия в Калининградской области, это небольшая, но очень мобильная группировка войск на 13-15 тысяч штыков, разделенная на шесть полков, танковый, артиллерийский, зенитно-ракетный и три мотострелковых. Также в ее составе имеется свой разведбат, подразделение РЭП, РХПС, БЛА, противотанковый, ремонтно-восстановительный, медицинский и так далее, этого должно хватить, чтобы купировать наступление противника и совершить стремительную контратаку.